Подготовить школы к новому учебному году. Задача непростая и требующая комплексного подхода. На данный момент в Ульяновской области инспектируется 409 образовательных организаций. Для того, чтобы увидеть полную картину и решить насущные проблемы, глава региона провел расширенное совещание. Итак, коллеги, готовность зданий кабинетов, где будут проходить занятия, их соответствие с санитарным нормам, оборудование классов, групповых помещений, меры для обеспечения безопасности в образовательных организациях. В стенах 65-й гимназии собрались представители Минобра и чиновники из районов области. В этом году в приемке также участвует и Государственная инспекция дорожного движения. В состав всех муниципальных комиссий вошли сотрудники ГИБДД. То есть просматриваются подъездные пути к школе, шкодные пути, наличие специальных переходов, освещенных, обозначенных знаками. На совещании стало ясно, что 30 школ приемку не прошли. Наталья Семенова рассказала о самых распространенных причинах провала экзаменов. Основные причины называются следующие. Не осуществлена огнезащитная обработка чердачных помещений, неисправная система АПС, отсутствует обучение по пожарной безопасности, непредставленная документация на систему противопожарной безопасности, отсутствуют записи о перезарядке огнетушителей в журнале. Чтобы восстановить порядок, правительству придется принять радикальные меры. Например, после первого провала приемки к местным руководителям нагрянуться служебными проверками. Дальше еще серьезнее. В случае неприемки во второй раз вопрос ставится достаточно жестко. Мне это неприятно говорить. Поверьте мне, вроде знаю лично, но все же для чистоты наших отношений. В случае повторного непринятия эти люди должны быть освобождены от занимаемой должности. Есть в нашей области откровенно аварийные здания, в которые нельзя пускать учеников. Например, в Великерском районе работает 21 школа, но одна из них еще долго не будет готова к учебному процессу. 21-я это школа Старо-Сахчинская средняя общеобразовательная школа. Она, к сожалению, аварийная. Но сегодня у нас также проведены уже в соответствии с 44-м федеральным законом все торговые закупочные мероприятия. Сегодня подписан контракт и мы начинаем осуществлять такие работы, как усиление несущих конструкций здания. Кроме школ в приемке участвуют СУЗы, детские сады и школы искусств. Все организации должны быть готовы к 20 августа. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ. Продолжение следует...